Продолжение следует... Ну, что расскажете? Здравствуйте, у нас говорят для начала. Витаю. Давно не встречались. Салам алейкум. Что у вас там нового? У нас, да, у нас все по-старому, у нас все хорошо живем, радуемся. Все тихо-тихо. Вы как? Держимся, воюем. Сейчас весь движ там у вас. Да, так и есть. Как вы, бедный, несчастный, на два фронта разрываетесь? На два? Да. А уже два? Ну, у вас вот один большой флаг висит, другой флаг поменьше почему-то, хотя должно быть наоборот. Должен быть ваш большой быть, чтобы выделяться. А другой поменьше. То есть, главное, это размер, по-вашему, да? А в Соединенных Штатах, да. А в чем это выражается? Size does matter. Или там, как у нас говорят, everything big in Texas. А в Соединенных Штатах, если ты на дисплей выставляешь какой-то флажок, флаг, знамя, стяг, как хотите, то американский должен быть выше этого флага, который ты выставляешь на дисплей. У вас наоборот. Ну, хотя у вас свои законы, я не знаю. А, у вас есть такой закон, да? Да, да, да. Замечательно. У вас нету, да? Не слыхал. Слушайте, а я слышал, у вас что-то там, какой-то законопроект был, могу ошибаться, опять же. Слышал, что нельзя украинский флаг на публике выставлять, там, 3000 шеки. Может, рашисты разгоняли эту тему очень долго. То ли 3000 шеки. Но это очередная ложь. А, можно, да? Не, ну там продвигали какой-то закон, что вот есть вот эти вот флаги организации Палестины, и, там, Хамаса, и продвигали закон, что эти флаги нельзя в Израиле где-то там. Но, мне кажется, он так и остался в проекте, как бы, этот закон. Ну, то есть, везде висят флаги, да, украинские? А при чем тут украинские? Не, ну, просто закон касался имени... Закон вообще, а. Не, насчет украинских вообще никаких законов в Израиле нет. Не, ну, я опять же говорю. Я иду по улице, висят флаги Украины. А, висят, да? Да. А, почему? Вероятно, люди поддерживают Украину. Ну, так, ну, понятно. Как на чужой территории? Это, получается, оккупация какая-то, если вывешивают флаги на чужой территории, чужой стране. Нет, смотрите, если человек, вот, приехал из Англии в Израиль, да, или из США, вот ты идешь, у него висят во дворе два флага. Израильский и флаг США. Ага. А, если во дворе, то да, то есть это твоя собственность, что хочешь. На балконе, во дворе, пожалуйста. Не, ну да, да. Потом бывают такие ситуации, вот где-то проходит встреча между представителями Израиля, Украины, Германии, там еще кого-то, да? И вывешивают флаги этих стран, откуда приехали эти представители. Да вы что? Ну да. Обалдеть, слушайте, это только там у вас вызовы. Ну, а иногда вот бывают, я не знаю, там какие-то праздники, вот, что вывешивают флаги разных стран на улице. Не, вот особенно по поводу встречи, мне так понравилось, слушайте, я вообще не знал. Я думаю, а что, как не приедет вот гонец вот оттуда, да, к нам, так наш флаг, украинский флаг, там в Белом доме вот так стоят. Как интересно. Понятно. Скажите, Александр, скажите, вот у вас вот это вот, мне в последнее время очень интересно, я вижу ваших исследований с некоторым блогерами, откуда у вас вот такая вот врожденная как будто ненависть к Украине? Не к Украине, не дай бог, не к Украине, не к Украинскому народу. Не, я это слышал, эту вашу сказку о том, что вы ненавидите только правительство Украины, а к народу у вас ненависти нет. Нету, абсолютно. Но у меня такая мысль закралась, может вас лично кто-то из Украины обидел? Нет, нет. Может ваша теща была из Украины? Нет, что значит была, теща еще жива, здорова, да и бог здоровья и долгих лет. Нет, ну может у вас несколько было тещи, откуда я звоню? Нет, одна теща, я однолюб. Замечательно. Да, так что к Украине у меня как к стране, как к народу ни любви нет. А вот вы вот, у вас наверное какая-то ущербность с детства тоже, что вы сразу же переносите одно на другое, на общее, чтобы, знаете, вот почему ты нас всех обвиняешь? Я вас всех не обвиняю, есть конкретные персонажи, к которым у меня есть претензии. К вам нет, ни к вам нет, ни к народу Украины нет, ни к стране Украины нет. Больше скажу, я за то, чтобы люди не гибли, да. Скажите, а вот конкретным персонажам в той стране, в которой вы живете, в США, у вас тоже есть какие-то претензии? Конечно, конечно есть претензии, конечно. Так можно поговорим о претензиях к тем людям, которые живут в США? А нет, мы великие, мы сами о себе разговариваем, да. Я понял. То есть вы в основном вот в интернете любите говорить о ваших претензиях к кому-то из Украины? Конечно. А из России? Есть у вас какие-то личности, которые есть претензии? Есть, но я о них тоже немного говорю. Знаете почему? Нет. Потому что одним мы даем деньги, другим нет. Поэтому за свои деньги я хочу видеть хороший результат. Вы считаете, что деньги это какое-то высшее проявление человеческой сущности? Конечно, в данный момент да. Мы от себя отрываем, от себя. И кому-то отдаем, зачем, не знаю. Так может вам тогда поехать за Украину повоевать? Зачем? Ну, чтобы не давать деньги. Не, я наоборот хочу, чтобы не воевал. Вы, так сказать, повоюете, так сказать, вместо того, чтобы давать деньги. Я же не являюсь. Вы снимаете автомат в руки. Я же не являюсь. И постарайтесь выгнать российских оккупантов. Я же не являюсь патриотом Украины. Это номер один. Как государство. Патриот ваших денег. Как государство. Это номер один. Номер два. Вот у вас висит украинский флаг. Может вы соберете таких же хлопцев, как и вы сами по всему миру. Наберете батальоны, полки. Я даже думаю, дивизии получатся. И пойдете одним махом вот орков выгоните. Да, вот вместо того, чтобы сидеть здесь. И это как его. Нет, ну у меня как-то лучше получается сидеть. Воевать я не очень люблю. Вот в этом вся проблема. Вот у многих получается сидеть, поэтому на Украине ничего не получается. А что не получается на Украине? Ничего не получается. Ага. Да. Понял. А что получилось? Ваша точка зрения мне понятна. А что получилось? Обещали весеннее наступление? А что вам надо? Ну как? Границы девяносто первого года обещали. Сижу, смотрю. Вот. Над этим работают. Сколько еще будут работать? Говорили весной. Слушайте, сколько надо? Весной заявляли официальные лица Украины, что будут пить кофе. Скажи, а вы доверяете официальным лицам? Слушайте, а зачем я тогда должен платить, если я им не доверяю? Вот в том-то все и дело. А вы никому не платите? Вы не платите, я плачу. Вы не платите. Мы платим. Вы не платите. А откуда деньги берутся? Вы не платите. А откуда деньги берутся? Ну, слушайте. Есть такая высшая сущность на небесах, которая делит деньги между тем, которые уйдет на земле. Когда мы будем делить наши деньги, да? У вас есть ваши деньги? Конечно. Нет, смотри. Вам кто-то эти деньги дал. Нет. Эти деньги не дали. Я эти деньги заработал. Ну, вам тяжело поверить в это. Вы их заработали? Я их заработал, да. Это вам так кажется? Нет, кажется вам. А мы зарабатываем действительно тяжким трудом. Тяжело работает? Конечно. Слушайте, случается и так иногда? Бывает. Поэтому мне их еще больше жалко, эти деньги. Я понял. То есть вы человек вот так вот, деньги для вас это выжили? Меркантильный по полной программе. Как хотите. Вот меркантильный. Что тут сделаешь? Да. Ничего не сделаешь. И считаю, что не надо давать деньги. Бывает и такое. И считаю, что не надо давать деньги ради обогащения определенных персонажей на Украине. Я считаю, это не надо делать. Я ищу. Кроме денег у вас еще какие-то вопросы есть? Пока только деньги. Еще вопрос, конечно, есть. Мне не нравится, что оружие поставляем туда, потому что гибнут люди. Я не хочу, чтобы люди гибли. Я понял. Да. Вы знаете, давайте рассмотрим пример Израиля. Я по поводу Израиля не говорю. Я не сильно понимаю. Я вам просто как пример приведу. А, ну давайте. Вы говорите, не надо поставлять оружие, люди гибнут. Конечно, не надо. То есть вы за то, чтобы Россия разоружилась, да? Чтобы у нее не было оружия. А мы России не поставляем оружие. Я понял. Но если в России не будет оружие, то люди не будут гибнуть. Правильно? Так выходит по вашему мнению. А при чем здесь Россию? Мы разве России... Вы же сказали о том, что если оружие... Я сказал, чтобы не поставляли оружие. То гибнуть любите. Я сказал, чтобы не поставляли оружие. А то, что вы интерпретировали Россию, я не знаю, у вас, наверное, вы России спите и видите Россию, поэтому вы только о ней говорите. Я еще удивился, вы еще Путина мне здесь не сказали. Вот я привожу вам такой пример. Давайте. Когда евреи жили в 1930 каких-то там годах в Европе, и Гитлер решил их вырезать, то с 1939 по 1945 год он уничтожил примерно 6 миллионов евреев. Трагедия, холокост это называется. Потом евреи так или иначе переехали сюда, в Палестину. Они создали здесь свое государство, вооружились, создали армию. Подождите, кто был основоположен? В 1948 году. Секунду, я закончу мысль. Давайте, давайте, давайте. Так вот, когда они создали свою армию, они в течение 75 лет воевали со всякими странами тут, со всякими Хамасами, Хизбалой, с кем они только не были. Согласен. И вот этим всем врагам Израиля за 75 лет удалось убить 25 тысяч евреев. Поэтому, когда вы говорите, что не надо давать людям оружие, чтобы они не погибали, я говорю по-другому. Людям дать надо оружие, чтобы они защищали себя, свои семьи, своих детей, свои города, свои страны. Так. И тогда они будут погибать намного меньше, чем безоружные. Которых вот всякие террористы, типа Хамас, очень удачно вырезают. То есть, когда у людей нет оружия, их очень легко убивать всяким террористам. Особенно рашистам. У рашистов это любимое занятие. Прийти в какую-то страну и вырезать невооруженное население. Вот как они делали в Чечне, например. В Грозном. В Грузии. Мы будем вдвоем говорить, или вы будете один говорить? Не, я уже закончил. Я еще видел этих рашистов. Вот, рашистов. Как они устраивали львовские погромы. Как они делали бабий яр. Эти рашисты, они вообще, я вот смотрю на них, думаю, вот рашисты, блин, такие вот рашисты. А, еще по поводу выдачи оружия, чтобы могли защищаться. Недавно проскочила информация. Это, якобы, некая страна поставляет оружие тоже одним ребятишкам, чтобы они защищали себя. Да, это некая страна, ее флаг висит у вас, вон там большой который. А ребятишки, это как раз противоположно с тем вот того флажка маленького. Вы слышали эту информацию? Какую информацию? И потом та страна, вот чей флаг у вас большой висит, говорила, что это оружие не они поставили, а это оружие захватили рашисты и переправили ее тем ребятам, которые сейчас воюют против вас. Как вы на это смотрите? Но вы видите, какую только вот такую вот информационную войну не ведут вот эти террористы. Они, как говорится, рука руку моют. Да, да. Вот этот Хамас и Кремль, они же спелись. Так, а что там по поводу львовских погромов, что там было? А что было? А что там было? Что там было? А что вы так вот перескакиваете вдруг назад? Ну, мне просто интересно, да, рашисты, что делали во Львове, что рашисты делали, мне интересно ваше мнение. А они что там делали во Львове, эти рашисты? Ну, вы же говорите, эти рашисты, вот они там, они живут. И когда эти погромы были? Когда они были? В 41-м году. Ну да. Перед заходом, перед заходом Адольфа войск. Я понял. Помните? Да. Слушайте, а вы не заметили, что вот особенно россияне, они все время куда-то перескакивают в прошлое? А, вы же в прошлом не живете. Да я забыл. То есть, вероятно, им вот в настоящем им не о чем говорить. Все их признали героистами. Мне, пожалуйста, когда началась ваша история, мы от нее плясать будем. В какой момент ваша история началась? Ваша это чья? Ну, вот ваше личное. Потому что вот у тех, чей флаг висит сзади вас, история началась у многих в 14-м году. До этого якобы не было ничего. А, нет, до этого была Киевская Русь. Потом долго-долго никого не было. Потом поработили, а потом Богдан Хмельницкий, поработили его россияне. Потом опять долго-долго никого не было. Потом Советский Союз поработил. Потом освободились. И в 2014-м году начали все с нового листа. Я понял. Да. Смотрите, вы считаете, это плохо начать с нового листа? А, ну, пожалуйста, начинать. Вы можете начинать с нового листа. Нет, есть такой принцип еврейской религии. Да. Что надо вот так вот, знаете, вот как берут лист бумаги, там, смять его и выкинуть. Ага. И начать день с нуля, с нового листа. Ага, да. Это самый правильный подход к жизни. Так Тору тоже выбросьте. Все, что было в прошлом, выбрасываешь. И ты начинаешь жить сегодняшний день по-новому. Выбрасывайте. Тору выбрасывайте. Все заветы выбрасывайте. Начинайте сначала. Не было Моисея. Сначала. Израиль, то, вероятно, она началась в 1948. Кстати, кто был основоположником государства Израиль, можете мне сказать? Кто помог создать государство Израиль? Кто поучаствовал в создании государства Израиль? Много кто поучаствовал. Ну, основные. Кто поучаствовал? В основном, я слышал, что деньги пришли от богатых евреев из США. Ага. Понятно. Там барон Ротшильд и прочее. А кто из стран поучаствовал в такое дельное участие? Много кто поучаствовал. Основные. Вот, например, расисты разгоняют тему, что там Сталин очень помогал Израилу. Да, вы что? А его там вообще же не было. Его же вообще не было. Нет, он же был на политической карте мира. Слушайте, а почему расисты разгоняют? Ну, если вы посмотрите вот эту вот информацию по голосованию о создании Израиля, и если даже считать, что у Сталина было пять голосов в ООО, то эти пять голосов ничего не решают. Да какой, слушайте? России вообще не было. По новой истории России вообще не было. Нет, России не было, но был Советский Союз. Его тоже не было. В 41-м, в 45-м, да. Да не, не было уже. Слушайте, мы же историю... В 48-м. Мы же историю недавно начали. Мы же все смяли и выбросили. Не было ничего. Замечательно. Вот я думаю, для России это было бы хорошо, но невозможно. А вы не думаете... То есть, они все время вот за собой тянут вот эту грязь. Как они заботятся. О своих городах. Они заботятся. Наводили бы порядок со своими коррупционерами. Со своими маньяками во власти. Всему бы миру жилось бы спокойнее. Я вообще, я с израильской власти вообще тащусь. Сколько у вас там не могли выбрать кнесет? Точно. Да. Сколько не могли договориться? Пять раз мы на выборы ходили. Да, вы что? За какое время? За два с половиной года. Надо. Каждые полгода. Пять раз. Каждые полгода не могли выбрать. И вы будете еще кого-то учить. Сема, посмотри. И он учит нас коммерции. Вы серьезно? Ну, вы видите. Вы серьезно? Ну, конечно. Вы серьезно? Вы не кого-то учите. Вы разбираетесь в своих проблемах. У вас проблемы сейчас великие. Вот это замечательная идея. Вот когда вы встречаете какого-то расиста, вы ему это говорите. Так я и говорю. Вы же расист. Я? Да. Мне кажется, вы как-то знак перепутали. Нет. Почему перепутал? Да. Ну, объясните. На каком языке вы со мной разговариваете? Я с вами разговариваю на русском языке. Правильно. Русский язык, язык расистов, по-вашему. Ну, да. Но человек, который говорит русским языком, он не становится расистом автоматически. Я расист, по-вашему? Возможно. Почему? Вам виднее. А как я больше расист? Я вам сейчас покажу. Смотрите. Как я больше расист? Вот так вот я больше расист? Да? Или вот так вот я больше расист? Как я больше расист? Скажите. Не, но мне кажется, больше определяет то, что внутри головы, а не на ней. Ну, вот по-вашему, как я больше расист? То есть, в конце концов, на голову же можно надеяться все, что хочешь. Ну, конечно. Еще бы. Как это говорят, не борода делает человека философом. Правильно? Опять власть меняется. Внешне поменять очень просто. А то, что у людей в головах, попробуй поменять. Так мы сидим два расиста, разделенные океаном, и беседуем друг с другом. Ясно. А с чего вы взяли, что я расист? Ну, как? На русском языке вы со мной беседуете. Я. То есть, для вас самое главное, на каком языке беседуешь? А кто, по-вашему, расисты? Это люди, которые считают, что можно уничтожать людей других национальностей, живущих в соседних странах. Или даже не в соседних странах, да? Обалдеть. Как мы похожи. И то, что они, вот эти вот расисты, они самые главные, так сказать, в этом мире и номер один. Так я ж только что вот сказал. Мы одинаковые. У вас что там происходит сейчас в Израиле? То есть, вот сейчас основная мысль, которую я встречаю в головах расистов, они говорят, надо уничтожить США. Я их спрашиваю, а зачем? Они не могут объяснить. То есть, объяснить, что такое расисты, это очень тяжело. Но когда ты беседуешь с таким человеком, ты понимаешь, что у него не все в порядке с головой. У него какие-то желания быть самым первым, самым лучшим во всем мире. А кое-кто... Чтобы его страна считалась центром какой-то мировой культуры. Конечно. Самое мощное, чтобы самое мощное оружие было именно российское. Конечно. Мы великие. Откуда это у них, я не знаю. У них? Это у Соединенных Штатов тоже. Они рассказывают о Великой России. Это называется живая конкуренция. Соединенные Штаты такая же идея. Наши президенты даже заявляли о нашей исключительности. Точно. Да. Я даже больше вам скажу. Не хотите нас поругать? Давайте. Я вам даже больше скажу на эту тему. Давай. Мой духовный учитель написал книгу. Ага. Примерно 70 лет назад. Да. Так вот в этой книге есть такой момент, он объясняет, что когда-то очень давно у людей была внутренняя потребность самосовершенствоваться. Так. Развиваться. Но потом с течением времени она изменилась. Она исчезла. И вместо нее появилась другая потребность. Люди хотят, чтобы их страна считалась центром мировой культуры, мировой экономики. Самой-самой. О. И вот из-за вот этого вот нездорового желания, в том мире, в котором мы живем, происходит много ужасных вещей. Не хотите нас поругать? Слушайте, это факт. Не хотите нас поругать? Так а зачем ругать, если это то, что есть? Ну как? Вы же видите, вы делаете Америку снова великой. Правильно. Не, мы делали и потом будем делать снова, скоро, вот в ближайшее время. Возможно. Вы не хотите нас поругать? Я даже не знаю. Не хотите нас поругать? А это поможет? Ну как? Вы же расистов ругаете. Давайте ругать всех, кто хочет быть великом. Расистов, да. Конечно. Кто будет... А китайцев давайте тоже поругать. Давайте. Давайте ругаем китайцев. Кстати, по поводу, вот вы говорите, не будет... Вас волнуют китайцы. Вы сказали мне, никогда не будет страна бомбить другую страну. Вот слышал недавно. Ваши ВВС. Когда я это сказал? Только что вы это сказали. А я сказал? Да, да. И потом промотайте, послушайте. Что-то вы меня, наверное, с кем-то... Потом перемотайте, прослушайте. Пять минут даже не прошло. Так вот. Ваша страна нанесла удары по целям. По аэродромам, кстати. По целям. По целям, да. По аэродромам. В Сирии. Это по Дамаску и по Алеппу. Как оно может страна бомбить другую страну? Я же говорю, мы расисты. Вы расисты, я расист. Мы двое расисты. Моя страна бомбит. То есть вы считаете, что когда Израиль находится в состоянии войны с Сирией и наносит бомбовые удары по территории Сирии, в этом есть какие-то проблемы? Мы расисты. Мы же друг друга понимаем. Но... Мы с вами расисты, мы друг друга прекрасно понимаем. Нет, так вы, может быть, расист, но я какое имею расист? Нет, вы тоже расист. Ваше государство тоже бомбит другие страны. Мое государство бомбит те страны, с которыми оно находится в состоянии войны. Когда Сирия вас последний раз бомбила? Я не проверял. А что так? Ну, проверьте. А надо? Да. То есть нам надо подождать, пока Сирия начнет нас бомбить? Нет, мы просто расисты. Мы тоже вот, мы расисты с вами. Я вот это вам пытаюсь доказать. Мы расисты. Я даже ролик так назову. Мы расисты. Встретились два расиста. Классно, да. Два расисты. Замечательно. И вы, и я. Разделенные океаном. Вы доказываете, что мы расисты? Нет. Вы мне объяснили значение слова расист. Рашизм, да. И из этого я понял. Это вот эта идеология, которая позволяет россиянам. И из этого я понял, что я расист, и вы расист. Мы все расисты. Слушайте, я же не знаю, откуда у вас такое искаженное понимание вопроса. Как откуда? Вот я вам говорю, вы пересмотрите ролик, опять же, у вас история не очень лады. Вы, наверное, забыли, о чем мы говорили. Вы пересмотрите ролик, вы поймете, вы сразу скажете, да, мы расисты. Нет. Не может такого быть. Как же я могу такое сказать? Ну как вы можете отказаться от своих собственных слов? Слушайте, это ваше слово. Вы утверждаете, что мы расисты. Вы меня подвели к этому выводу. Так я понял. Да. Но вы хотели, наверное, чтобы вас к этому выводу подвели. Нет. Я вам дал свободу действия. Куда бы вас не везти, вы все равно приходите к тому, что является вашей настоящей флией. Вы меня, как Моисей, привережае за место. Да. Вы, как Моисей. Проглинает Украину. Нет. Который благословляет уничтожение мирных людей. Когда? С чего вы это взяли? Которая оправдывает все преступления россиян в Украине. С чего вы это взяли? Когда первый взрослый, начинайте обвинять Израиль. В чем? Что он тоже ведет себя в Сирии, как-то не так. Нет. Я израиль, я разве обвинил Израиль? Не, подождите. Зачем вы говорите вместе со мной? Вы, во-первых, напридумывали то, что я не говорил. Это номер один. Какие-то аэропорты, да? Никакие-то аэропорты. Аэропорт в Дамаске, аэропорт в Алеппо. Это не какие-то аэропорты. Это центральные аэропорты. Центральные. Да, это раз. Второе. Вы меня сами подвели к этой мысли. Я не обвинял ни в чем Израиль. И я не говорил того про Украину, что вы сейчас пытаетесь мне вложить. Зря вы это делаете. Конечно, ваша подписота вот эта вот, где я сам открою. Вы сказали, что Израиль, Сирия не бомбит, а Израиль бомбит из Сирии. Зачем вы прерываете? Я же слушаю, когда вы говорите. Ваша подписота, она же, конечно, это схавает. Тем более говорит человек из Израиля. Мои подписчики поймут именно так, как они поймут, как я говорю. Понимаете? Вот это и разница. Я не сомневаюсь, что ваши подписчики поймут так, как выберут. Конечно. Тут сомневаться не надо. Кстати, подписывайтесь. Много интересного для себя откроется. Да, я думаю, вы и так подписаны. Вы думаете? Ну, есть такое подозрение. Вы же меня знаете? Не, ну вас-то я знаю. Мы беседовали несколько раз. Ну, мы беседовали, по-моему. Я вас видел у всяких блогеров. Года два назад мы с вами беседовали последний раз. Я еще тогда блогерством не занимался. Вряд ли. А? Может быть, просто вы очень много находитесь в чате в рулетке. Вы забываете, когда кто с кем беседовал. Ну, я со многим из ваших блогеров беседую. Кстати, я рад видеть вас на этой рулетке. Как вам эта рулетка? Неплохо. Рашистка. Технически очень хорошо. Очень хорошо. Но очень много рашистов. Лучше, чем та, правильно? Вот честно только откровенно. Технически это лучше. Да. А как вы думаете, вот ту рулетку смогут же так же сгнобить вот эти вот хлопцы, как они в свое время сгнобили Черноморское морское пароходство, Николаевские верфи, Ан-производство, производство автобусов. Ну, как, короче, все, они вот, даешь им хорошую вещь, а они потом идут раз и превращают. Как вы думаете, получится у них? Я даже не понял, о каких хлопцах вы говорите. Ну, вот чей флаг сзади висит. Независимых. То есть вы продолжаете вот такую свою линию лить грязь на власть? На государство Украина, но не людей. То есть вы разделили грязь на государство. Государство это власть. Скажите, а вот если мы посмотрим на государство Украина, И на то, как оно 20 месяцев воюет с государством России. Нашли чем гордиться. Вы хотите сказать что-то хорошее об Украине? Какие-то хорошие качества, может быть? Нету хороших качеств. Которые вы заметили. Нету хороших качеств. Единственная самоотверженность, с которой погибают украинские солдаты, это да. А хорошего ничего я не вижу в этом. Ничего. Кроме самоотверженности и смертей людей, я ничего не вижу хорошего. А та же самая ваша оценка действий России? Какая действия? Россия выполняет свои задачи, которые поставлены. Хорошо, плохо. Хотите знать задачи какие? Ну да, конечно. Обеспечение, по мнению России, она обеспечивает безопасность своего государства на вашей территории. Не на вашей территории, а на территории Украины. На территории Украины? Да. То есть, если вот, допустим, Китай решит обеспечивать свою безопасность. На территории России. С вашей точки зрения, это в порядке вещей. Ничего в этом нет. Пусть решат, конечно, пусть решат. То же самое делают Соединенные Штаты по всему миру. Обеспечивают безопасность на своей территории, конечно. На свои. Конечно. Или не на свои. Чтобы война не пришла к тебе, воюй войну где-нибудь в другом месте. Это, как бы цинично это ни звучало, это закон. Соединенные Штаты этому следуют всегда. Не знаю. И, например, когда они этому следовали? Афганистан. Ирак. Ливия. То есть, можно перечислять. Вьетнам. Можно перечислять и перечислять и перечислять. Ясно. То есть, они ввели какие-то боевые действия на территории этих стран? На территории Вьетнама? Ну да. Афганистан? Да. Блин, я же забыл. У вас же история вот-вот началась. Ну да-да-да. Да, гляньте. Историю гляньте. И вас не интересует, с какой целью это они делали? Факт остается фактом. Факт остается фактом. Да. Я помню. То есть, вы все ложите в одну кучу, да? Для вас то же самое, что Россия воюет в Украине, что Израиль в Сирии. Вы поняли, что я... Что США во Вьетнаме. Логично. Что делает сейчас Израиль в Сирии? Для чего бомбардировки? Чтобы обеспечить безопасность, чтобы самолеты... Он ведет войну. Чтобы не... У нас состояние войны в Сирии, правильно? Нет. А вы... У вас идут полномасштабные боевые действия? А при чем тут полномасштабные? Когда последний раз Сирия обстреливала Израиль? Я не знаю. То, что Израиль делает бомбежкой аэропортов, я могу предположить, то, что делает бомбежка аэропортов, это чтобы предотвратить переброску каких-то вооруженных формирований, которые могли бы потом напасть на Израиль. Может... Или вооружение. Или вооружение, правильно. То есть, Израиль обеспечивает свою безопасность за счет бомбардировки Сирии. Правильно я сказал? Логично. Вот видите, то же самое. Но только вот давайте я вам объясню, где вы ошибаетесь. Вы смотрите на форму, но вы забываете содержание. Серьезно? А, там расисты, я забыл. Да, да, да. Есть вот содержание. Так вот, в чем разница ситуации между Израилем и окружающими его странами? В чем? В Сирии. Есть разница. В чем? Она заключается в том, что в течение 75 лет Израиль ввел войны с этими странами, которые пробовали его уничтожить, начиная с 1948 года. Так. Он выигрывал эти войны, как правило, с большими или меньшими потерями. Так. И поэтому, несмотря на враждебное настроение окружающих государств, я сейчас не вдаюсь в подробности, откуда это настроение враждебное взялось. Угу. Израилю удалось сохраниться как государству. Так. И он продолжает существовать в этом непростом регионе. Я очень рад за тебя. Если же мы посмотрим на Россию и Украину конкретно. Сейчас я отбрасываю другие военные конфликты, которые были, начиная. Угу. Скажем, с 1991 года. Чтобы не лезть далеко назад. Ну, мы вообще назад. Давайте с 2014 начнем. Мы стараемся не лезть назад, да? Почему? Мы увидим, что после распада Советского Союза. Так. Россия оказалась в очень хорошем положении. Угу. Как в военном плане. Она получила ядерное оружие. Что значит получить? Вот здесь я вас остановлю. И ее окружающих. Секунду. Здесь я вас остановлю. Она получила это оружие. Здесь я вас остановлю. Здесь я вас остановлю. Вы заблуждаетесь так же, как заблуждаются многие хлопцы. Вот оттуда, откуда ваш флаг висит. А, да? Да. Я что-то не так сказал про Россию. Россия не получила ядерное оружие. Это было оружие России. Потому что Россия стала правоприемником Советского Союза. Слушайте, ну как вам нравится? Давайте посмотрим на факт. Давайте скажем так, что Россия после распада Советского Союза. Принадлежит России. Все. Смотрите, мы можем об этом долго спорить, ладно? Мы не будем долго спорить. Я понимаю, что вы всегда на стороне России. Нет проблем. Нет, я на стороне фактов. В 1991 году по факту, как бы мы его не интерпретировали, ядерное оружие осталось в руках России. У нее осталась очень большая военная мощь, которая осталась после Советского Союза. И также вот та часть экономики Советского Союза, которая называется сырьевая, она тоже осталась в России. Правильно. Поэтому Россия оказалась в положении, в котором она могла чувствовать себя в безопасности. Правильно сделали. И вместо того, чтобы мирно жить со своими соседями, она начала организовать войны. Сильному пофигу. И нападать на своих соседей. Сильному пофигу с миром, без мира жить. Сильному по барабану. То есть, если мы видим ситуацию, что на Израиль нападали, то там все наоборот. Россия нападала на Россию. С кем из соседей воевала Россия? И в данный момент она пришла к такому состоянию, что она воевала с Украиной. С кем из соседей воевала Россия с 1991 года? Ну-ка, скажите мне. С Грузией. Что с Грузией? Что с Грузией? В каком году? В каком? В каком? Как вы думаете? В 2008-м. Я же, знаете, не интересуюсь. В 2008-м. И? Грузия была названа агрессором. А, Грузия была? Да. Я же забыл, что это расист. Извините. Нет, это ООН сказала, что Грузия была агрессором. Это очень такая цена организационная ООН. Что случилось? Почему весь мир не вписался за Грузию? А что, не вписался? Нет. Никто? Нет. А США? Бедный Миша кушал галстук. В США тоже не вписались? Тоже не вписался. Никто не вписался. Оставили Грузию, бросили, да? Почему весь мир за Азербайджан, за Армению не вписался? Очень печально. Где весь этот цивилизованный мир? Где он? Что мы можем сказать? В чем мы можем обвинять Россию, если весь мир не вписался? Причем здесь обвинять Россию? Зачем обвинять Россию? Я обвиняю. Но мы сейчас говорим о разнице ситуации. Если Израиль защищается от нападающих на него, то Россия сама нападает на своих соседей? На кого еще напала? На кого еще? Вам недостаточно того, что она напала? Ну, Грузию мы решили. На Грузию не нападала. Дальше кто следующий? На Грузию не нападала. Опа! По заявлению ООН, Грузия была в тот момент агрессором. Ужасная агрессия. Страшно. Люди погибли. Да, люди погибли. Но слава богу, что закончилось все быстро за пять дней. А не тянется долго. Поэтому очень хорошо. Прекрасно, что так закончилось. Вы думаете? Кстати, сейчас Грузия является туристическим направлением для российских туристов. Очень много российских туристов спокойно едут в Грузию. Почему? Не скажете. Ну, почему же они туда едут? Вот скажите мне. Потому что взаимодействуют. Вероятно, в Европу их уже не пускают. А как? Грузины же враги. Нет? Враги были. Или не враги? В 2008. Надо же. А сейчас уже не враги. А сейчас уже не враги. А послушать гарный хлоп. Хлопцев у нас в данное столетие. Ну, а как здесь? Что-то не работает. Что такое? Где поломался механизм? Где-то есть проблемы с грузинами, вы говорите? Нет. Они не помнят вот этой вот агрессии России. Забыли быстро. Подождите. Подождите. Сейчас Грузия является туристическим направлением для россиян. Россияне чувствуют себя там вполне комфортно. Почему? Ну, почему они там чувствуют себя комфортно? Почему? Как вы думаете? Почему вы чувствуете, израильтяне до вот этого момента полномасштабных вот этих боевых действий в секторе Газа, израильтяне вполне комфортно себя чувствовали в Египте? Почему? Почему? Мне тоже интересно, почему вы же с Египтом воевали, нет? Мне тоже интересно. Конечно. А почему вы себя там чувствуете вполне комфортно? Вероятно, когда Израиль воевал с Египтом, он придерживался правил ведения войны. Да вы что? А где здесь правил не придерживаются? Россияне? Да. Они уничтожают мирное население? Серьезно? Насилуют, убивают, грабят. А почему ни одного иска не подано по поводу изнасилования? Что не подано? Подано? Ну это же еще одна ваша ложь. Ну правильно. Вы как любой расист постоянно лгете. Я же вообще лгун. Лгун, да. Я лгун по жизни. Тут ничего нельзя сделать. Я думаю, это у вас в крови, как у любого расиста. Конечно. Но мы расисты. И вы лжете, и я лгу. Два расиста встретились и лгут друг другу. Кто друг другу больше со лжет? Это еще одна ваша ложь. Почему? Вы даже меня записали в расист. Так, а вы разве не расисты? Я не сказала, что расисты бомбят другие страны. Вы же тоже расисты. Не надо передергивать. Почему передергивать? Что такое? Если вы гордо можете носить звание расиста на вашей голове или в вашей голове. Как вам это больше нравится? На голове у меня памирское тюбетение. Не, но мы только что видели. Памирское тюбетение. Надевали какую-то пилот. Это советская пилотка. Это не расист. А еще советская. Это советская пилотка. Это еще не зараженная расистом пилотка. Я не знаю. Мы когда были в Советском Союзе, мы все были русскими. И вы были русскими. Я не был. Были. Это вам так кажется. Это еще одна ложь. Откуда у вас такой хороший русский язык? Это еще одна расистская ложь. Откуда у вас такой хороший русский язык? Из Советского Союза. Правильно. Значит вы были русскими. Но ведь не язык определяет, на котором человек говорит. что определил содержание что определило ваше сознание до момента переезжих вы считаете что бытие определяется до момента переезда в израиль что определила вашей определяла ваше сознание вы были пионером невероятно невероятно вы были пионером вы были комсомольцы дождение до комсомоль заставили же вас слушать поэтому коммунистическая партия украины была самая большая в советском так много чего было почему вот вы постоянно лезете потому что вам чего-то не хватает потому что история нет у меня все нормально да я пытаюсь об этом вот эти вот сказки объективно о том что кто-то был а это не сказки я сам в них жил это не сказка я жил в этом я знаю вы жили в этом вы просто от этого отказались а я не отказываюсь из этой грязи сумел выйти да ладно вы думаете вы вылезли говорится можно расиста вывести в сша да но нельзя из расиста вы знаете разница между вами и мной вот у меня ни одного флага нету ни одного у вас висит маленький флажочек израиля маленький и огромный флаг украины вы такой обалденный патриот украины что вы даже не соизволите сейчас подняться как вы мне посоветовали и пойти воевать за украину вы и многие многие такие как вы вы патриот только вот сидя дома вот в удобном уютном кресле просто вот это это просто показуха это просто показуха зачем понятиями для чего я что-то говорил о том что я патриот а почему у вас флаг украины смотрите этот флаг он очень хорошо отпугивает в чатурлетки всякую нечисть все люди которые здесь общаются с другими людьми имеют такой же уровень интеллекта как вы обычная нечисть боится чеснока очень много нечисть так вот я заметил что когда я вешаю флаг украины за собой вот это вот вся нечисть ее просто вот смывает и остаются люди с которыми можно хоть о чем-то поговорить и даже если они внутри расисты если они обладают каким-то уровнем развития получается интересные беседы ну потому что вот эта ругань с этими расистами 90 процентов которых недоразвитых и деградировали уже вы оскорбляете целый народ от чего я воздерживаю целый народ только 90 процентов а потом говорите почему у вас проблем я в отличие от вас народы не оскорбляю народ украины я я вам сразу сказал народ украины я не трогаю страну украину я не трогаю никогда не трогать нет конечно государство а государство это власть а власть мне не нравится понимаете а вы же оскорбляйте как раз таки народ поэтому я говорю 90 процентов россиян с которыми я общаюсь в рулет вы расист будете только номинально потому что даже расисты себя так не ведут если я расист я себя так не ведут вы расист номинально такого только вот по своей агрессивности а вот по ненависти к людям бы не расист вы наверно шевинирую больше всего действительно мои подписчики знают что я очень такой агрессивный ну я прямо звуки иногда такие знаете знаете мне напоминаете вот есть еще один блогер тоже марк марк то же самое 90 процентов ненавидит тоже шевинист еще тот печать ставить не до бегать час от меня не знаю почему обиделся наверно наверно ну меня радует что вы начали сюда заходить наверно ему не интересно с вами беседу ну да легче же найти вы наверно вы наверно много беседу не легче знаете какого найти легче найти такого знаете вот в майке алкоголички без зубов не мы ты на фоне разбитой кухни славы россии вот такого можно наказать а такого которого два слова связать можно вот теперь понимаете почему я вижу ну так ищите вы знаете вот в майках и без зубов с украины чтобы меньше с ними сталкиваться с украины таких же персонажей знаете сколько и сейчас очень такая тенденция все их не встречают здесь здесь вы их не встретите пока они еще сюда не все пришли но огромная тенденция такая вот с украинскими подписчики мало того не подписчиками как здесь чатрулеточными встречами почему-то всегда кушают такое ощущение лим они либо хвастаются знаете вот что у них есть что кушать либо они такие голодные либо у них жор пробивает когда они видят вот настоящего расиста и пьяный я понял так хорошо вы хотите продолжить со мной беседу или я вам уже надоел то нет вы уже в оба я считаю контент и сделали у вас еще какой-то вопрос давайте обсудим я я предлагаю вот вопрос если у вас потом будут еще давайте блиц и делаешь тогда чтобы заканчивать давайте может давать-давать сейчас я подумаю у меня была какая-то мысль но потом она как-то очень быстро промелькнула значит она была не голове не ну почему сейчас я попробую сконцентрироваться давать игру и вернуть ее я не буду мешать да да скажите вот чтобы вы хотели пожелать скажем так вы там иногда плохо отзываетесь об украине да или оба и правительстве чтобы вы хотели пожелать этому правительству украины правительству ничего народу чего-то хорошего может быть правительству ничего хорошего желать не буду я считаю она не достойна народа украины это мое личное мнение а народу украины я желаю чтобы вот это вот как можно быстрее закончилась чтобы люди проснулись и снова жили в мире не только на украине в россии на украине и снова посмотрели друг на друга другими глазами вспомнили что у кого-то из родственники в харькове в житомире в новосибирске в новокузнецке в ленинграде в умане и в санкт-петербурге вернее то есть чтобы люди опять вспомнили своих родственников чтобы снова начали разговаривать что перестали друг на друга смотреть через прицел автомата или на компьютере наводить ракеты друг на друга я вот это вот желание тоже я два слова прокомментирую если правильно понял ваш ответ вы не глядя на страну не глядя на правительство пожелали и жителям украины и жителям россии чтобы они посмотрели выше голов своих правителей друг на друга и прекратили вместе этот процесс войны можете под можете воспринимать так как хотите но мне так показалось можете воспринимать как хотите так воспринимать то же самое то же самое я хочу пожелать израилю я думаю что если сейчас найдется человек который поймет как развязать этот узел с сектором газ между сектором газа и израилем если он поймет как развязать этот узел при минимальных потерях этому человеку или группе людей причем если это будет группа людей каждому из них надо дать нобелевскую премию мира скажите а вы в курсе того что происходит вы более-менее понимаете какая тут ситуация понимая между израилем сектором газа понимаю израил у вас есть какая-то информация да конечно есть конечно я даже разговариваю здесь в рулетке я так смотрю я по телефону разговоры родственники в израиле сейчас самая большая проблема родственники в каком городе если секрет даршевик в тель-авиве есть до туда долетает мне кажется да 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 поэтому меня эта тема очень волнует сейчас очень большая проблема со всей этой ситуации это что делать потом израиль это понимает поэтому я говорю я хочу чтобы нашлись те люди которые смогли разрулить этот конфликт и чтобы им сразу же влепили нобелевскую премию мира если они это сделают ну да я думаю это очень трудно что-то предложить как этот конфликт решить нобелевская премия мира тоже у меня никогда у меня никаких идей нет то есть на данном этапе я вижу что должна работать армия ни у кого идеи нет даже работа армии это сегодняшний день а что будет завтра скажите а вот то что сша перебросила в израиль 150 бортов насколько я знаю с вооружением плане денег это вас не напрягает нет то есть вы считаете что вам не жалко денег которые сша тратят на вооружение израиль нет то есть как-то ваша полиция позиция по отношению к вооружению украины и вооружение израиля коренным образом от ли отличается да не то чтобы не это понятно почему ну и но факт из вас должен вас есть вопрос нет 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 я считаю что каждое государство имеет право на существование я вам скажу почему израиль я смотрю немножко по-другому у вас при всем том что живут все евреи у вас воровства такого нету как есть вон там понимаете воровство денег воровство оружие перепродажа воровство 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 коррупционная составляющая про вас пока не говорили что у вас какая-то там коррупционная составляющая а про них говорят. Слушайте, у каждого свои недостатки. Нет, я не согласен субсидировать эти недостатки. Это не мои недостатки. Я понимаю. Хотите денег? Делайте так, чтобы эти деньги тратились. Почему помощник их президента будет кататься по Киеву на шеве тахо бронированном, который стоит больше 100 тысяч долларов, который я себе здесь, ну, позволить могу, но позволить кататься на нем не могу, потому что бензин очень дорогой. Там нажимаешь газ и смотришь, как стрелка идет вниз. А он катается, а деньги мои. Почему? Ясно. Но надо, я думаю, тогда пожелать Украине, чтобы она придушила вот этих коррупционеров в своем правительстве каким-то способом. А я всегда желаю. И чтобы выделяемые США деньги шли туда, куда они выделяются. Шли на развитие Украины. И в первую очередь на укрепление армии Украины. Вы знаете, если бы ее до этого не развалили, ее не надо было бы сейчас укреплять. Я не говорю... Армию надо укреплять всегда, особенно в такие непростые моменты. Но какой-то момент, находясь здесь в чат рулетки, и вы тоже это знаете. Многие собеседники выдавали это как за гордость. У нас не было армии, на нас напали. А почему у вас не было армии? И тут начинается сказки Венского леса. Понимаете? А я жил в 90-х годах, я даже в армии служил в 90-х годах. Я знаю военный потенциал Украины на момент развала Советского Союза. Я даже знаю, куда это все делось. Поэтому... Ну, однозначно ядерное оружие было передано России. Кто настаивал на... Не без участия США. Кто настаивал... Не, не только не без участия. В предельном участии Соединенных Штатов и Великобритании. А почему они так настаивали сильно? Секундочку, но это была ошибка или нет? Почему они... С точки зрения США и Великобритании? Конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Вопрос в том, почему они так настаивали на этом? Я думаю, они ошиблись. Нет. Если бы они могли каким-то чудом предвидеть, чем это закончится, они бы наоборот лишнее ядерное оружие бы привезли. А может быть, они как раз таки и предвидели, что ребята, которые спокойно фугуют танки, ракеты, могут с таким же успехом фугануть и какую-нибудь бомбочку кому-нибудь. Тому же Хамасу. Я понял. То есть, насчет россиян они были спокойны, что россияне Хамасу бомбу не продадут? Судя по всему, за россиян они были спокойны, а вот за... Ну, вероятно, они ошиблись. Хотя, конечно, эта мысль ваша, она не лишена смысла. И я сам иногда думал, что вот США, они именно для того забрали ядерное оружие в Украину. С мыслью на будущее. Что если Россия сойдет с ума, то она в первую очередь нападет на безоружную Украину в том плане, что в Украине нет ядерного оружия. И тогда у США будет время подготовиться к основной войне. Пусть готовятся. Мне нравится ваш посыл. А если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, на нее бы напали? Ну, никто не нападал на страны с ядерным оружием. Правильно. Значит, получается, любые друзья вас подставили, исходя из вашей логики. Точно. Кстати, они подставили не только Украину. Я вам так скажу, что вот страна, в которой вы живете, США, она очень любит проводить такие вот миротворческие решения и на Ближнем Востоке тоже. Например, договор Осло, он тоже был не без участия США здесь подписан. И потом это создало огромные проблемы для Израиля. Ой, я тут даже могу вспомнить, кто являлся основоположником Хамаса. Тут тоже можно подумать над этим вопросом. Нет, ну, это все можно подумать, как бы это все потом развивалось в каком-то направлении. Все это не статично и не сразу. Правильно. Иногда какое-то движение начинается как за добро, мир и справедливость, а потом превращается в терроризм. То есть, как сказал в свое время один из российских лидеров, ну, не совсем лидеров, но власти, я уже не помню кто, то ли Черномырдин, то ли Примаков. Хотели как лучше, а получилось как всегда. У нас тот же самый... Видите, это относится не только к России, оказывается. У нас то же самое получилось со самой Бен Ладеном. А у вас с Хамасом. Ну, вы видите. Ошибки случаются. Точно. Дай Бог их исправлять, и все будет хорошо. Опять же, я вам пожелал до этого всего самого доброго, чтобы быстрее все это закончилось. То же самое желаю народу Украины, народу России, всем, чтобы нашли свой мир. Дай Бог. Окей. Но не правительству. Не правительству России и не правительству Украины. Я сказал то, что я сказал. И мы не будем желать ничего доброго. Я сказал то, что я сказал. Удачи вам. Всего доброго. Хорошо. Вот так, ребят. Встретились два расиста. Или два пикейных жилета. Сдвинь брови. Сдвинь брови. Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю. Ты на что царская морда намекаешь? Не забываю, что вы держите. Много правильному сомнения. Я прощаюсь и делаю.